В грозной безмолвной глубине космоса среди бескрайних звездных систем разгораются жестокие битвы и неумолимые конфликты. Они происходят на просторах вселенной молотовой войны 40-го тысячелетия, мрачного и кровопролитного мира, где смерть часто является единственным выходом. Ты уже побывал во множестве красочных игр, погрузивших тебя во вселенную. Но что если я скажу, что среди всех уже имеющихся игр не хватает кое-чего более масштабного? Давай вместе исследуем эту тему и ответим на вопрос, почему эти потенциальные эпические проекты до сих пор не реализованы? Представь себе, как захватывающе было бы, если бы мы могли поиграть в игру с открытым миром по типу Ведьмака, но по вселенной Вархаммера, изучать архитектуру, ландшафт разных персонажей и разные прослойки населения, потенциально перемещаясь, допустим, между разными уровнями улья, да? И погружаться в преступный мир в том числе. Это было бы крайне интересно, на мой личный взгляд. Вот, например... Представим локацию. Один из низших уровней города Улья, где общество гниет от бедности и беззакония, и где-то в глубине зараживается ячейка порчи хаоса. А вы, это харизматичный инквизитор. Вы можете путешествовать по миру улью, добывая разную информацию в ходе пыток и расследований, и в конечном итоге искоренять ересь. Знаешь, твои страдания во время пыток, да простит меня бог император, доставляют мне кучу удовольствия. Я правда ничего не знаю. Я правда ничего не знаю. Но я все-таки не убийца. Я просто ищу нужную мне информацию. Поэтому я тебе рекомендую, собери все свое благоразумие в руки и выдай мне все то, что я у тебя прошу. И в лучшем случае, на тебя снизойдет милосердие священной инквизиции. Правда, правда, я сказал все, что я знаю. Правда, отпустите меня, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, 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 ты пожалуйста. Я правда сказал все, что я знаю. Великолепно. Видимо, ты и вправду сказал все, что ты знал. В таком случае, инквизиция в качестве благодарности освобождает тебя. Можешь идти. Что? Правда. Ведь ты мне больше не нужен. Спасибо за содействие. Но, к сожалению, нет даже исклухов в подобном проекте. Возможно, ты мечтаешь о грандиозной стратегии в реальном времени, где каждое решение имеет значение, а судьба галактики находится в твоих руках. Что-то похоже на Dawn of Force, All Storm, Годь, Кармада, Вакуриция. Но куда масштабнее. Больше фракций. Больше юнитов на выбор. Больше сражений и потрясающий визуал. Но нет. Довольствуемся такими модами, как Апокалипс мод для Солдсторг и Мечтайм. И, наконец, представь себе. Ты можешь участвовать в логических сражениях во вселенной Warhammer 40. Ощущая каждый выстрел, каждый взрыв. И все это на огромной локации сотни других игроков. Где бы вольно выбирать за кого бы. Империум, Хаос, Эдар, Леталминд. А Тираниды и Орки были бы частью механики, когда во время вашей битв на планету вторгались Тираниды и Орки. Баттлфилд в мире мрачного будущего 40-го тысячелетия. Звучит так прекрасно, что даже справедливо не верится. А ведь и правда, в голове возникает довольно серьезный вопрос. А почему этих игр до сих пор нет? Ведь, казалось бы, они должны были принести ГВ, мало того, что новых фанатов. Для них это не так важно. Куда важнее деньги. Одна из проблем, как ни крути, все равно должна быть в Games Workshop. И, скорее всего, она там и вправду есть. И проблема, скорее всего, заключается в договоре, который они заключают с другими разработчиками, которым они дают над этим работать, и издателям в том числе. Возможно, там есть некоторые пункты, которые других разработчиков несколько настораживают. Возможно, у них может быть стратегия контроля над своими интеллектуальными правами и желание сохранить полный контроль над качеством интерпретации своей вселенной. Возможно, в таком случае у ГВ и вправду есть некие переживания касаемо того, как будет интерпретироваться их вселенная. Ведь, если разработчики и издатели перестанут соблюдать этот пункт, или его, в принципе, там не будет, то интерпретация Вархаммера начнет видоизменяться, и ГВ просто потеряет общую целостность. И фанаты в ходе всего этого будут не то, что недовольны, они будут в бешенстве, из-за того, что вселенная, которую они так любили, вдруг изменилась до каких-то непонятных образов. И ГВ тогда мало того, что потеряет фанатов, что для них, в принципе, не так сильно важно, они потеряют очень большую финансовую выгоду. Они потеряют деньги, в ходе чего, возможно, банкротятся. Но все мы при этом прекрасно понимаем, что куда больше денег им приносит на стол, чем весь остальный Вархаммер. Но игровой сегмент для них в любом случае очень важен. И ведь сейчас у них уже есть издатель, который с ними работает, и это Focus Home Interactive. И тут уже все зависит от них и разработчиков. Если разработчики в какой-то момент захотят разработать что-то из того, что я предложил ранее издателю, а он, будучи согласным, предложит это Games Workshop, и они согласятся, то тогда мы, возможно, увидим подобный проект. Но, увы, в данном случае, скорее всего, ГВ не готовы к подобным вот рискам. Но вторая причина, собственно, заключается в разработчиках и издателях. Понимаете, игровые разработчики и издатели могут быть не заинтересованы в работе с Games Workshop над AAA-играми по вселенной. По нескольким причинам. Во-первых, разработчики могут получать ограничения в работе с интеллектуальной собственностью от ГВ, на которую они получили лицензию. Потому что ГВ хочет, возможно, контролировать сам процесс весь, в том числе и интерпретацию, как это должно выглядеть в конечном итоге. Из-за чего разработчики теряют, собственно, свободу действий и свободу творчества, которую они хотели бы, возможно, иметь, чтобы сделать что-то так, как они считают, более правильным и лучшим. Но ГВ так, возможно, не считает. Во-вторых, стоит понимать, что работа над столь крупными проектами со столь крупным брендом, как Warhammer, это вам не хухры-мухры. Тут не получится создать какой-то совсем легенький проект, знаете, с выдуманной вселенной, который принесет вам большие деньги, даже имея, ну, не маленькие баги. Потому что, ну, в принципе, прикольно. Warhammer — это несколько другое. Фанаты просто нахуй разорвут ИГВ и издателей-разработчика за то, что они сделали. То есть проблема, собственно, заключается в чем? Это может создать дополнительную нагрузку и риск на разработчиков, издателей, которые могут предпочесть работу над другими, менее известными франшизами, где они могут иметь, знаете, большую вероятность того, что они не обосрутся, ну, или, в принципе, большего успеха и большую свободу действий. А ГВ сами к такому не готовы, и тем более к этому не готовы абсолютно разработчики, потому что есть вероятность обанкротиться, работая над такими крупными проектами. Например, понятно, что сразу такого не будет, но если денег будет в буху на немало, то они уйдут в минус, и все. Все мы помним историю с Down 4, перед тем, да? И чтобы вы понимали, разработка такой игры, как, например, ремейк первого годового, то есть не что-то новое, а именно ремейк, пересоздание уже на основе имеющегося чего-то, может стать для ГВ разработчиков и издателей просто сущим кошмаром. Почему? Потому что игра невероятно культовая, в принципе, как для жанра стратегии, так и вообще для Вархаммера. И, естественно, от ремейка будут ждать просто чего-то невероятного. Там должно быть просто все, что фанаты ждут. Они должны перелопатить все моды, все отзывы фанатов, чтобы создать идеальный продукт. Но они этого делать не будут, потому что это банально, по их мнению, будет того не стоить. Благодарю вас всех за просмотр, не забудьте подписаться на мой YouTube канал, написать комментарий с вашим мнением, почему разработчики, издатели и ГВ не работают подобными проектами, а также подпишитесь на мой чат в элементе, на мою новостную комнату, я там постоянно что-то пущу, вам может быть интересно или нет, там можем общаться, касаемо этих проектов и других новостей по Вахе, и не только. Всем спасибо за просмотр, всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok